На помощь для ликвидации прорыва трубопровода приехали сотрудники Видновского ПТО городского хозяйства, а также коллеги из Подольска. Все вместе они обсудили план работы по устранению последствий аварии. Мы сейчас еще направили свою специалисту, привезет еще 4 муфты и кусок трубы 200 вариантов. Давайте по вашему тематику. Подольчане абсолютно правы, надо готовить котлован, приемок и все остальное, чтобы вывесить трубу, чтобы соосность соблюсти. Вот что надо сделать. Авария случилась воскресным вечером. Без воды осталось 26 многоквартирных домов, двух микрорайонов Эковидное и Южное Видное. Всего порядка 20 тысяч жителей. Неделю-две назад у собственника этих сетей, неизвестимые водоканалы, сгорел погружной насос на одной из скважин. Подача воды на ВЗУ перестала хватать. Из-за этого были перебои с поставкой. Мы, как правило, в ночное время выключали водоснабжение для того, чтобы подкачать резервуар воды и дать людям нормально воду с утра. Вчера заканчивали работы по замене этого погружного насоса. Обнаружили рядом протечку. Тут же начали пытаться устранять и обнаружили, что прорыв произошел сразу в двух местах. На основной и резервной ветках. Поставили муфты, но снова появилась протечка. С утра в понедельник жители местных домов оказались вновь без воды. Воды нету. Нету с утра. Дали на час, потом опять выключили. То есть, ну, берем, покупаем в магазине. Не умываться, не холодной, даже посуду нельзя мыть. Надо вот идти в магазин покупать. Ремонтники работали весь день и поздно вечером авария была устранена. Об этом нам по телефону сообщил заместитель главы районной администрации Александр Кузнецов. Как сейчас дела обстоят? Ликвидирована ли авария? Да, все установили. Вода в домах есть. Горячая, холодная. Все в порядке. Однако позже в нашу редакцию вновь начали поступать звонки о перебоях с водоснабжением. Значит, о решении проблемы пока говорить рано. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, ВИННЕ ТВ.